ПЕСНЯ Ваше святейшество, дорогой наш Первосвятитель и Отец, вся Аллайская ваша паспа сегодня сердечно приветствует вас и благодарит за то, что вы посетили нас своим Божиим. Первосвятительским предстательством вознесли о нас молитвы, и мы сегодня были, как бы надеялись, вместе с вами, а в церкви это есть небо и церкви. Прошло 285 лет, как установил этот город Барназур, 185 лет, садя учреждение или начало водея Алтайской духовной миссии. Все инкитаты в этом году и ваш Первосвятительский визит стали определенным вехом в жизни Алтая, его благочестивого народа, многонационального, как и вся наша Великая Россия. Благодаря вас за молитвы и благословения, которые Господь посылает на нас через ваше молитвенное предстательское служение, мы хотели бы от лица всех алтайских жителей, верующих, а также, может быть, кто и считается пока еще не верующим, преподнести вам образ Пресвятой Богородицы Корабеи. Этот чудный образ, финист, который им сегодня от все сердца сдали вашему святейшеству и благодарен на многое лето и слалает место за ваше святейшество. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополин Сергий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Александр Богданович, губернатор Оттельства края, дорогие отцы, матушки и гумени, братья, сестры, всех вас сердечно поздравляю с замечательным событием, с освящением этого городского храма, в честь святителя Дмитрия Ростовского. Я с радостью посещаю Отталь, как вообще с радостью посещаю все епархии Русской Православной Церкви и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, и в центре, потому что наша огромная страна обладает такими духовными сокровищами, понятия которые, прочувствуют которые, возможно, только прикасаясь к духовному опыту других людей, посещая святыни, прикладываясь к святым мощам и к чудотворным иконам. Наверное, не случайно народ наш так любит паломничать, потому что по опыту те, кто паломничают, знают, что после посещения святыни чувствуют себя иначе, обогащаются видением, знанием, опытом и, в первую очередь, духовным опытом переживания присутствия святыни. Вот и все мои путешествия по России, по всей исторической цвятой Руси, и в первую очередь, прислепляют эту цель паломничество, с тем, чтобы я мог не только разумом, но сердцем почувствовать и в благодать, исходящую от чудотворных икон, от святых мест, от освящаемых храмов, но также и почувствовать силу молитвы людей, а через это и понять их радости и их скорбь. Патриарх должен знать и то, и другое, потому что Церковь есть великая община исцеления, исцеления в самом широком смысле слова. Мы знаем, что во времена Господа и Спасителя исцелялись ненужные, а потом апостолы исцеляли, и даже тень проходившего Петра исцеляла людей, и таковой христианская община Церковь продолжает оставаться, в ней молитвы и силы Святаго Духа происходят исцеления. Но также здесь, в каждом приходе, в каждой христианской общине возносятся к Господу молитвы. И эта молитва оплодотворяет окружающее пространство, наполняет его духовной энергией. Почему мы приходим в храм Божий? Некоторые люди, даже называющие себя верующими, говорят, а мне достаточно по телевизору посмотреть программу, или самому по себе помолиться, а в храм не пойду. нередко с этим связывается критика какого-то священника или церковно-служителя, который не так смотрел, не так сказал, не сделал чего-то, что, может быть, от него ожидали. Этими словами я не хочу оправдывать, оправдывать, не родимых священников и не всегда внимательных церковных служителей, но нельзя и оправдывать тех людей, которые нас ссылаются на такие обстоятельства и посещают храмом Божьим. Храм — это особое место, где люди большим количеством возносят к Богу молитву. Сама по себе молитва — это результат огромной внутренней энергии человека. Почему мы не можем долго молиться? Вот служба идет два часа, а давайте как-то сейчас вспомним, сколько мы минут концентрировано и сильно молимся. Мгновеньких минут. Потому что такой силы и импульс духовный, который разбивается во время сердечной молитвы, он только у великих святых длился часами и годами, как, например, у преподобного Серафима, который тысячу дней и ночей молился на камне. Но это особый духовный подвиг. Речь идет о гениях духовной жизни, о людях, колоссальной внутренней энергии. Мы не обладаем такой энергией, поэтому наша молитва не всегда даже концентрированная, сосредоточенная, но та молитва, которая достигает престола Божьего, часто очень коротковременная. А вот когда мы приходим в Храм Божий, то происходит что-то очень важное, хотя и не в темно. Кто-то из нас молится, а кто-то в этот момент наслабел, сил нет. Или расцредоточился на что-то и созерцает красоту в Храм, слушая пение, иногда вспоминываясь, плениться, она иногда и делает какие-то свои человеческие умозаключения, то есть мысленно ушел от молитвы. А в этот момент рядом человек сильно молится. И чем больше людей, тем больше вероятности в том, что в каждое мгновение времени из Храма к Богу идет этот энергетический духовный поток. А разве то самое место, где все это происходит, не вбитывает в себя этой энергию. Мы говорим, чудотворная икона. Почему чудотворная? Да потому что перед ней проливались особые молитвы, особые силы. И это обычное физическое вещество, дерево, покрытое краской, впитывает в себя эту энергию, а потом отдает ее людям. Вот то же самое происходит в нашем Храме. Храмы впитывают божественную энергию, которая в ответ на нашу молитву, особенно во время свершения Таинской Евхаристии, входит в это пространство и освящает всех нас. И в момент Святой Евхаристии прощаются наши грехи. Мы причащаемся не в суд или в ослабление, но в оставление грехов и в жизнь вечную, и в Храме происходит это таинственное преображение каждого из нас, очищение нас от грехов, силы божественной благодати. Вот почему нужно ходить в Храм. И какая-то важная молитва даже глубоко верующего человека не может соотнестись с молитвой Сохи на тысячи людей. И недавно Господь сказал, где двое или двое собрано воиномое, я там, и соединим. Потому что молитва твоих троих сильнее, чем молитва одного человека. Мы не знаем, о чем молится наш сосед. Недалек нам и сокрыто это навеки от нас. Но тот факт, что он молится, и я молюсь, и еще десятки, сотни, тысячи людей молятся. И создает этот зимний, духовный, мистический, но реальный поток человеческой энергии навстречу Богу. И Господь слышит наши молитвы. Храм имеет совершенно особое значение для человека. И воцерковление людей сегодня происходит именно через храм. И вот эти интеллигентские разговоры о том, что мне храм не нужен, они уже почти не слышны. Редко, совсем редко кто-то что-то говорит, да и Бог знает о причинах, почему так говорит. Иногда вовсе не религиозные, а какие-то политические причины или человеческое какое-то несчастье в этом просматривается и неудовлетворенности. Но все больше и больше людей понимают, насколько важны храмы Божии. А вот храмов пока в нашем Отечестве не хватает. Кому-то со стороны кажется, что это много, то, что сейчас есть, но на самом деле, если сравнить с тем, что было уничтожено добровольно руками нашего народа, вот те самые тысячи и тысячи храмов, то мы с вами еще до десятой части того, что было уничтожено, не дошли. При всех наших строительных технологиях, при несоизмеримо больших деньгах, чем было в дореволюционное время, мы еще не дошли до тех уровней, которые являются минимальными, для того, чтобы была вынесована правильная михотская жизнь. Сегодня строительство храмов наталкивается на некую критику. Она происходит не от того, что люди действительно обеспокоены какими-то событиями, которые могут возникнуть вокруг храма, чаще всего эта критика происходит от очень небольших, но хорошо организованных групп людей, которые используют средства массовой информации, оказывают давление на властей, пугают и так далее, только чтобы храм не был построен. Мы переживаем все это в Москве, но по милости Божьей преодолеваем все это, зная, что это организованные компании. Но такого рода компании возникают в других местах. В первую очередь они направлены на что? На то, чтобы парализовать мою власти бизнеса, всех тех людей, которые помогают строить. Что я могу ответить на эту ситуацию и на эту проблему? Да не устрашайте сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте, говорит Господь. Вот и наши ответы. Не надо ничего бояться, не нужно делать ошибок, нужно хорошо разбираться, в том числе и в протестных настроениях людей. Но нельзя любое протестное движение воспринимать как некую инструкцию действиям, тогда мы потеряем не только веру православную, мы нашу страну потеряем. мне приходится путешествовать по нашим городам, беседовать на тему строительства новых храмов, и то, что я сказал сегодня здесь, это не только в каком-то смысле относится к Барнаулу, хотя, конечно, и к Барнаулу, на очень ко многим местах, где строительство храмов сегодня формирует вокруг себя некие протестные отношения, чаще всего православные веры, имеющие малое отношение, но имеющие определенную политическую цель и политическое измерение. Мы же все должны делать в простоте сердца. Мы ничего не делаем того, что направлено против жизни людей. Мы не делаем ничего, что ущемляло подлинной свободы человека, немнимой свободы, которые приводят к вседосволенности, которая разрушает человеческие отношения, семейные отношения и собственно человеческую личность. И важно уважение человеческой свободы, которой всегда было проникнуто в свободное крово и свидетельствует о чистоте наших намерений. А намерения таковы, чтобы строились травмы, чтобы возрастала вера нашей молодежи, наше общество, чтобы на основе веры оно консолидировалось. Потому что так много разделяющих фактов и национальные имущества, и политические. Мы особенно хорошо знаем, что происходит с нашим обществом в преддверии выборов, когда политически ангажированные силы начинают бороться друг с другом. Все это являет частью современной политтехнологии, но одновременно все это небезамидным образом отражается на единстве нашего народа. А Церковь обращается к людям поверх всяких политических убеждений. Мы обращаемся к людям с нравственным посланием и не со своим собственным. Это не патриарх чего-то нам в Москве выдумал. Мы передаем Слово Божие. И его воспринимают люди разных национальностей, разного сословного положения, разного образования, разных политических взглядов. И эта общность, духовная общность, именуемая Церковью, становится фундаментом для солидарности всего нашего народа. В сегодняшнем апостольском чтении, который посвящен празднику Рождества Пресвятой Богородицы, находим такие замечательные слова. Апостол Павел пишет письмо филипийцам и говорит, «Вас должны быть те же чувствования, что в хресте Иисусе». И вообще в этом отрывке послания к релипийцам нет ни одного слова о Богоматери. И вот Ерин спрашивает, а почему же в день праздника Богоматери, а во все праздники Богоматери читается это послание к релипийцам? Почему в нем ничего о ней не говорится? А ответ такой, что в нем говорится о самом главном, что стяжала в себе Пресвятая Богородица. В ней были те же самые чувствования, что во Христе Иисусе, Сын Его и Боге Нашим. Так вот, если сказать, зачем мы строим храм, зачем мы проповедуем Слово Божие, зачем мы читаем апостовские голоса Ланя Ивангеля, зачем мы стараемся воспитывать детей в школах и в воскресных школах, то ответ будет такой, чтобы во всех нас были те же чувствования, что во Христе Иисусе. А в нем были чувствования первозданного человека, того самого, которого Господь, Бог, Творец Милост Мира создал, и которого не коснулся грех, потому что Спаситель был во всем нам подобен, кроме греха. И если в нас будет тысячная, миллионная частица этих его чувств, мы будем новым народом и новой человеческой семьи. И для кого-то это кажется избыточным, почти фантастическим, но опыт Церкви, опыт святых угодников, мучеников, исповедников, опыт подвигов совершаемой Церкви, свидетельствует о возможности и способности каждого из нас отображать в себе подобно тому, как в полной вере отобразила и Пресвятая Богородица те же чувствования, что во Христе Иисусе Господи нашим. С праздником всех вас поздравляем. Я бы хотел выразить искреннюю благодарность Владыке Митрополиту Сергиеву Барнауковскому Алтайскому за его труды, которые он несет сегодня по управлению Алтайской Митрополии и, конечно, за содействие в окончательном восстановлении этого храма и знак и признательности вручаю вам юбилейный крест Панагии. Это те самые кресты Панагии, которые были изготовлены специально в этом году в связи с тысячелетием равноапостольного княжа Владимира и крестителя Руси. Аксиос! Панагии, Панагии, Аксиос! А вот для храма сего мой посвященного хотел бы преподнести вот этот замечательный образ нерутокорного Спаса, стоящий и свидетельствующий о том, что это дар патриарх. Пусть этот образ всегда пребывает в этом храме, а когда будете молиться перед ним вспоминаем И это сегодняшний замечательный день, когда мы все вместе, молясь с Пресвятой Богородицей в день Ее Рождества, осветили храм в честь святителя Дмитрия Ростовского. Каждому священнослужителю и партии хотел бы улучшить вот это искусное, неизданное служение. Сегодня вместе со мной принимают участие Владыки, в том числе и из Новосибирской митрополии, и Владыка из Горно-Алтайска. Я хотел бы особенно приветствовать Преосвященного Тихона, митрополита Новосибирского, главу Новосибирской митрополии. Вы празднуете в этом году замечательный юбилей 25-летия воскресения в Архерийском сане. Я вручаю Вам памятный адрес и также юбилейную панагию, благодарность за Ваши многие труды по укреплению веры православной, веренному Вам и Вашему утечению в церковном уделе. Аксиос! 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 удостоен органа Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского 3-й степень «Аксиос». «Аксиос! Аксиос! Аксиос!» «Аксиос! Аксиос!»